Здравствуйте, я Андрей Ковтун, приветствую вас в рубрике Strong Device. Сегодня я вас ознакомлю с королем среди защищенных смартфонов RUMBO F1. А знаете, почему я его назвал королем? Потому что это один из самых мощных защищенных смартфонов, которые существуют вообще во всем мире. То есть, каким мы в принципе привыкли видеть защищенные смартфоны? Согласитесь, практически все они обладают слабым железом и очень высокой стоимостью. Но этот же смартфон обладает и тем, и другим. Не могу сказать, что высокая стоимость это плюс, но уж так выходит, что все смартфоны производителя RUMBO очень дорогие. Вы спросите, почему? Потому что это один из немногих производителей китайских защищенных смартфонов, у которого есть своя собственная фабрика. Это означает, что присутствует контроль качества, создаются собственные прошивки и обновляются по воздуху. В общем, это круто. Ну ладно, что-то я заговорился. Начнем же наше знакомство. Смартфон поставляется в фирменной картонной упаковке от производителя. В ней вы обнаружите сам девайс, зарядное устройство с заявленной силой тока на 2 А, USB кабель, мануал на английском языке и защитную пленку. Согласитесь, обычно мы привыкли видеть в комплекте с защищенным смартфоном какую-либо отвертку, либо ключ. Здесь этого нет. А знаете почему? Потому что в этом смартфоне нет болтов, которые нужно откручивать для того, чтобы добраться к сим-картам, либо к аккумуляторам. Собственно говоря, аккумулятор в этой модели вообще не съемный, поэтому нужно будет добираться только лишь к сим-картам. Как это сделать, мы увидим прямо сейчас, когда будем детально ознакомиться с внешним видом этого аппарата. Лицевая панель выполнена из защищенного стекла Gorilla Glass 2-го поколения. В нижней части расположились три наэкранные сенсорные кнопки. Верхний разговорный динамик, датчик освещенности, датчик приближения, индикатор событий и камера. Корпус смартфона изготовлен из прорезиненного термопластика. На левой боковой стороне обосновались механическая кнопка регулировки громкости плюс-минус и кнопка муляж. Да, в этой версии смартфона у нее нет никакого назначения. На правой боковой стороне обосновалась только лишь кнопка питания. На нижнем торце только лишь microUSB порт с поддержкой функции OTG. Обращаю ваше внимание, что этот порт не защищен заглушкой. Это не ошибка производителя, так и было задумано. Подобное решение мы уже встречали в планшете Sony Xperia Z3. В общем, не беспокойтесь, этот порт ржаветь не будет. Также вы можете не беспокоиться о том, что заглушка со временем износится и порт останется незащищенным. Короче, респект производителю за подобное решение. Возле логотипа производителя мы видим микрофон. На верхнем торце расположились стандартный джек 3,5 мм для гарнитуры, который спрятался под резиновой заглушкой. И стекло-муляж. Производитель пока что не решился, что он будет сюда встраивать. Кто-то утверждает, что это будет инфокрасный порт. Кто-то говорит, что это будет проектор. Китайцы же вовсе утверждают, что это объектив для веб-камеры. Что касается меня, я бы хотел увидеть в этом месте именно проектор. Короче, если верить слухам, будет выпущена продвинутая модификация этого девайса, в котором будет функционировать и кнопка муляж, и вот эта вот стеклышка. Ну а пока что мы продолжаем знакомство с внешним видом этого аппарата. Задняя крышка устройства несъемная. В верхней части мы видим камеру с односекционной светодиодной вспышкой. Чуть ниже под пластиковой крышкой спрятались два слота для микросим-карт. Имеется поддержка 4G-сетей. Еще ниже логотип производителя и сетка, которая защищает внешний динамик. Толщина смартфона составляет 15,2 мм, вес 313 грамм. В общем, этого громадину, если учитывать, что это защищенный смартфон, можно смело назвать компактным. Тем более, если учитывать, что это Румба, их предыдущие продукты намного толще. Короче, дешевизной от этого смартфона даже не пахнет. Настоящий заводской фабричный Китай. Далее мы будем знакомиться с технической частью этого аппарата. Начнем наше знакомство с рассмотрения экрана. Диагональ дисплея составляет 5,5 дюймов. Матрица IPS. Применена OGS технология. Разрешение Full HD. Мультитач тест показывает 5 точек. Рассмотрим же углы обзора. В общем, с углами обзора все. Но тяжело не обратить внимание, что под определенными углами LCD здорово засвечивает. Что касается засветов на черном экране, их тут вовсе нет. Что касается яркости LCD, ее запасов вполне хватает для того, чтобы рассмотреть картинку при попадании прямых солнечных лучей. Сейчас я вас немного ознакомлю с интерфейсом. Новинка работает под управлением операционной системы Android 4.4 и KitKat. Никакой фирменной оболочки вы здесь не найдете. Предустановлен стоковый Android. Тач довольно чувствительный, но на мой взгляд олеофобное покрытие отсутствует. Перелистывание между рабочими столами происходит плавно. В работе системы я не обнаружил ни единого лага. Быстродействие системы впечатляет. Три сенсорные кнопки выполняют стандартные функции. Назад, домой и вызов вкладок. Свайпом вниз из статус-бара вы доберетесь в меню быстрой активации различных функций. Далее мы зайдем в настройки и рассмотрим информацию о телефоне. Самое интересное, на что я обратил внимание, возможность обновлений по воздуху. Вот демонстрация, как все это происходит. В специальных возможностях я нашел пункт активации режима в перчатках. Теоретически, когда этот режим активен, вы сможете пользоваться смартфоном, когда вы в перчатках. К сожалению, у меня это сделать не вышло. Больше в настройках вы не найдете ничего интересного. В этом смартфоне отсутствуют какие-либо фишки, либо смарт-функции. Для передачи данных вы сможете воспользоваться только лишь Bluetooth. Не думаю, что от программной части этого смартфона кто-то ожидал чего-то сверхъестественного. Самое интересное, на чем нужно было заострить наше внимание, обновление прошивок по воздуху. Немного китайских брендов может похвастаться подобным, не говоря уже о производителях защищенных смартфонов. Признаюсь лично в моих руках, это первый защищенный смартфон, который поддерживает функцию обновления по воздуху. В следующем пункте моего обзора мы будем тестировать данный аппарат в различных бенчмарках. Начнем с Antutu. Как я уже сказал ранее, новинка работает под управлением операционной системы Android 4.4 KitKat. За ее работу отвечает 8-ядерный 64-битный процессор MTK6752. Количество оперативной памяти составляет 2 гигабайта, встроенной 16. Также на борту данного девайса уже встроенная microSD карта на 32 гигабайта. К сожалению, она несъемная, к ней нет доступа. Итого на борту этого девайса около 48 гигабайт памяти, из которых свободная для пользователя около 40. Тактовая частота каждого ядра составляет 1,7 ГГц. После теста смартфон показал нам привычное нам количество баллов. Учитывая, что это защищенный смартфон, результат впечатляет. Далее мы рассмотрим датчики, которые присутствуют на борту данного флагмана. Смартфон оснастили акселерометром, датчиком магнитного поля, датчиком ориентации, освещенности и приближения. Признаюсь, я был удивлен, когда увидел такой скудный набор датчиков. В предыдущих флагманах от производителя RUMBO присутствовал и датчик температуры, и барометр, и гироскоп. В общем-то, все возможные датчики на борту этого девайса были. Хотя для кого-то датчики вообще не играют никакой роли. Поехали дальше, тестируя 3D графику. В программах Epic Citadel и 3D Mark смартфон показал привычные нам результаты. О том, что процессор MTK6752 довольно мощный, мы уже все знаем. Хочется протестировать смартфон на нагрев в игре Asphalt 8. Выбираем максимальные настройки изображения и группа сети, и поехали. После 10 минут игры смартфон становится еле теплым. Это подтверждает пирометр. Я думаю, все мы знаем, что болячкой процессора MTK6752 является чрезмерный нагрев. К смартфону RUMBO F1 это не относится. Согласитесь, положительный момент. Далее мы протестируем работу GPS-навигации. Производитель заявил поддержку GLONASS. Протестируем. После холодного старта смартфон подключается к спутникам довольно быстро. Также находит спутники GLONASS. Но, к сожалению, у меня не удалось к ним подключиться. Пробовал в 3 или 4 раза, ни в какую. И с подключением Wi-Fi, и без него. Видимо, этот момент производитель будет еще допиливать. Далее мы поговорим о камерах. По заявлениям производителя, тыльная равна 13 Мп, фронтальная 5. Протестируем. Отмечу, что интерфейс камеры вполне стандартный. Присутствует панорамная съемка, живое фото, активация режима HDR, применение различных эффектов типа сепия, негатив и так далее. Кнопка громкости плюс служит в роли кнопки спуска затвора. Максимальный размер фото с помощью тыльной камеры равен 13 Мп. Также стоит обратить внимание на режим автоопределения лиц и бьюти. Что касается видео, максимальное разрешение записи Full HD. Есть возможность замедленной съемки. Обращаю ваше внимание, что при записи видео работает автофокус. Что касается фронтальной камеры, здесь все по стандарту. Присутствует режим бьюти, применение различных графических эффектов типа сепия, монохром, негатив и так далее. И снимок жестом. Максимальный размер фото равен 5 Мп. Максимальное разрешение записи видео 640х480 точек. Максимальный размер фото равен 5 Мп. Признаю, что камера в этом смартфоне то, что надо, особенно если учитывать, что это защищенный смартфон. Обычно подобные девайсы не могут похвастаться отличной камерой. С помощью тыльной камеры отлично записывать видео. Скорость автофокусировки более чем приемлема. Также могу отметить шикарную работу вспышки. Со своей задачей она справляется на все 100%. Как при макросъемке, так и при фото на расстоянии до 5 метров. Короче, камера в этом смартфоне меня порадовала. Сейчас я вам расскажу о автономности работы этого аппарата. Аккумулятор в этом девайсе несъемный. Его заявленная емкость с производителем составляет 5000 мАч. В тесте аккумулятора программы Antutu Battery Test девайс набрал практически 10 000 баллов. Специальный тестер показывает реальную емкость аккумулятора 4860 мАч. В общем, это означает, что производитель практически не наврал с емкостью аккумулятора. За это ему отдельный респект. Тесты показали, что при среднем использовании вы будете заряжать этот смартфон приблизительно раз в 2 или 3 дня. Короче, с автономностью работы здесь все в порядке. Вы спросите, как долго он заряжается. Ведь в комплекте поставляется зарядное устройство с силой тока на 2 А. Время зарядки моего образца от 0 до 100% составило 4 часа 20 минут. Далее мы поговорим о звуке. Для начала мы протестируем громкость из внешнего динамика. От себя могу сказать, что звук громкий и объемный. Чувствуется басы. В общем, с внешним динамиком в этом смартфоне все в порядке. Что касается звука в наушниках, я как всегда предварительно скачал трек формата FLAG с битрейтом 900 кбит. Так вот, звук реально шикарный. Единственное, что в настройках звука не устанавливайте усиление. Потому что когда вы устанавливаете, высоких частот очень много, а низких мало. А когда галочка убрана, звучание отличное. Ну и как всегда, под конец нашего видео в рубрике Strong Device я проведу небольшой краш-тест. Разумеется, бутсак в него не разрешили, а стены кидать также не разрешили, но утопить разрешили. Смотрим. Перед погружением в воду настоятельно рекомендуется утопить заглушки поглубже. Смартфон у меня пробыл под водой около 5 минут, работает все отлично. Ну что же, ребята, на мой взгляд, самые основные моменты мы с вами рассмотрели. Теперь поговорим о плюсах и минусах этого девайса. К первому плюсу я однозначно отнесу качество этого продукта. Практически ко всем защищенным смартфонам от китайских производителей у меня есть претензии. Но к этому у меня их очень мало. Отличная сборка, отличная автономность работы. В общем-то, пока что я даже не могу найти минусов. Но все равно я это попытаюсь сделать, но только после того, когда закончу с перечислением плюсов. Второй плюс заслужил девайс за счет камер. Лично мне понравилось, как снимает и тыльная, и фронтальная. К третьему плюсу я отнесу его начинку. Согласитесь, практически все новинки, которые я рассматривал за последнее время, работают на чипе MTK6753. Все позабыли о чипе MTK6752. Rumba F1 напомнил об этом процессе. К четвертому плюсу я отнесу звук как из внешнего динамика, так и звук в наушниках. В этом плане у этого смартфона все отлично. К первому минусу я однозначно отнесу его стоимость. Многие мне скажут, качественные дорогие вещи должны стоить дорого. Но ребят, это все-таки Китай, производитель Rumba. Rumba это не саним. Почему этот смартфон стоит так дорого? Я думаю, если бы он стоил баксов 350, то цены бы ему не было. Ну а пока что спрос, я думаю, будет невелик. Ко второму минусу я отнесу небольшое наличие различных датчиков. Ведь это защищенный смартфон. Я уверен, что многим нужен и гироскоп, и датчик температуры, и барометр. То есть все это реально нужно в защищенном смартфоне, тем более если он себя позиционирует как флагман. К третьему минусу я все-таки отнесу несъемный аккумулятор. Я понимаю, что в режиме эксплуатации, если с аккумулятором что-то случится, его можно будет заменить путем раскручивания вот этих всех болтов. Но оно вам нужно? Неужели так тяжело сделать съемную заднюю крышку и съемный аккумулятор? Я этого не понимаю. Если уж совсем глобально подводить итоги касательно этого продукта, я действительно считаю, что Rumba F1 является одним из самых интересных защищенных смартфонов. Конечно, кто-то будет недоволен тем, что отсутствует рация, кто-то будет недоволен еще чем-то. То есть там в предыдущих моделях от компании Rumba присутствовала лазерная указка, то здесь этого нет. Я считаю, что это многим не понравится. Если вы готовы платить немалые деньги, то возможно стоит обратить внимание на этот продукт. Тем более, если вам нужна диагональ 5,5 дюймов и защищенный смартфон, конечно же. Поэтому с чистой совестью могу всем рекомендовать. Дорого, но оправдано. Ставьте лайки те, кому данное видео было полезно. Напоминаю, что спонсором предоставления защищенной техники нашей редакции является интернет-магазин strongmob.com. Не красота спасет мир, а защищенная техника этого магазина. А сейчас добавляйтесь в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь на наш канал в YouTube, читайте и комментируйте текстовые новости на нашем сайте. С вами был Андрей Копкин, специально для AndroNews. Да пребудет с вами Android.